Заседание правительства Московской области проходило в режиме видеоконференции. Вначале губернатор Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто принял участие в организации и обеспечении порядка и безопасности, акции «Бессмертный полк», собравшей в разных городах Московской области порядка 619 тысяч человек, и «Лес Победы», в которой приняли участие около 300 тысяч жителей Подмосковья. Впереди важное событие на следующей неделе. Открывается Петербургский международный экономический форум. Пройдет 24-26 мая. Эта площадка традиционно собирает ведущие российские и зарубежные политики, экспертов, бизнесменов. Мы в Подмосковье готовимся к этому мероприятию. У нас будет большой стенд. В повестку дня были включены два вопроса. О реализации указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, и о ремонте дорог Московской области в текущем году. В 2012 году цели и задачи государства на ближайшие 6 лет, определенные президентом России, содержались в 11 указах. В этом году майский указ президента всего один. Он структурирован по различным сферам жизни. Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Смирнова сообщила об итогах работы по реализации предыдущих майских указов на территории Подмосковья. В рамках реализации с 2012 по 2017 год положения указа были достигнуты в Московской области, я бы сказала, значительные успехи по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий более чем на 40%, по снижению смертности от болезни кровообращения на 39%, от новообразований на 25%. Электронные услуги, вернее услуги в электронном виде получают практически более 86% жителей, и мы занимаем первое место в Российской Федерации по реализации этих положений указа. Среди важнейших национальных целей, определенных в указе президента от 7 мая 2018 года, обозначены следующие. Обеспечение устойчивого и естественного роста населения. Московская область более 1% прирастает населением ежегодно. Это один из самых больших показателей в Российской Федерации, самый большой в Центральном федеральном округе. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. В Российской Федерации чуть менее 73 лет, и у нас чуть более 73 лет. Что хочу сказать, внутри показателей, еще один показатель, связанный с продолжительностью жизни. Это 67 лет за 2-й жизни. В этом предстоит нашему Министерству здравоохранения и Министерству совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации отработать дополнительную методику, так как она вообще отсутствует. Обеспечение устойчивого роста реальных доходов населения и уровня пенсионного обеспечения. Также в указе озвучены 89 задач. По 42 из них в Подмосковье уже ведется работа. Губернатор заявил, что в каждом муниципалитете необходимо составить свой план работы, нацеленный на решение поставленных целей и задач. О ситуации с ремонтом дорог доложил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков. На портале Добродел пик жалоб на дорожные ямы пришелся на первую половину апреля. Сейчас их количество сократилось в два раза. Дорожные службы обязаны реагировать на подобные жалобы в течение суток с момента их поступления. Очень важно, что с 2017 года абсолютное большинство этих обращений мы учитываем в нашей программе. А именно 25% всех средств, предусмотренных в дорожно-строительной программе, направлено на то, на что обращают внимание люди. Игорь Тресков сообщил, что до 31 мая планируется полностью восстановить весь асфальт в тех местах, где после снеготаяния было разрушено дорожное покрытие. Обобщая все сказанное на заседании, Андрей Воробьев отметил, что все государственные и муниципальные программы должны быть скорректированы в соответствии с майским указом президента и призвал руководителей муниципальных образований приложить все усилия для решения поставленных целей и задач до 2024 года. Продолжение следует...